Многие сайты сейчас сталкиваются с проблемой продвижения в Google, в частности с растущей конкуренцией и, конечно же, с алгоритмом EAT. Этот алгоритм направлен на отсев сайтов-пустышек из сайтов с созданным сгенерированным контентом. И действительно в этом есть проблемы, действительно с растущим количеством так называемых сайтов, которые представляют собой ничего. Нам известно, что Google поощряет сайты, которые предоставляют экспертную информацию и также являются сайтами-точками доверия. И в наше время очень важно знать, кому ты будешь доверять. И мы в этом ролике поговорим про EAT. Это алгоритм, который направлен на отсев некачественных сайтов из выдачи. Меня зовут Николай Шмычков, это канал SEO Quick. Поехали! На самом деле EAT это не алгоритм Google. Это так называемый не показатель. Это минорный алгоритм, который является сборной солянкой множества других алгоритмов. В частности алгоритма Your Money, Your Life, который даже не является той же алгоритмом, а является инструкцией для асессоров. У асессоров есть соответствующие инструкции, которые определяют этот показатель. И если мы посмотрим, собственно все говорят, что это по факту не алгоритм. То есть это, как говорится, концепт, а не счетчик. Нет метрики, нет какого-то показателя. Есть просто набор инструкций, которых нужно придерживаться. И сегодня в этом видео я постараюсь перечислить ключевые инструкции, на которые нужно обращать внимание. Итак, поехали, давайте расшифруем, что такое EAT. Данный алгоритм проявил себя в августе 2018. Про это я писал в своей статье про продвижение медицинских сайтов. В конце главы есть как раз разбор полетов. И, собственно, был один алгоритм, который затронул в частности в основном сайты здравоохранения. Его, соответственно, назвали Medical Update. Вы про него можете нагуглить много информации. И в руководстве для сенсоров это инструкция, по которой отсеивались мусорные сайты и являлась такой аббревиатурой EurMoney Your Life. Ну, собственно, E-mail по-русски, если вы говорите. И, соответственно, этот апдейт первоначально носил не автоматический, а ручной характер. Google действительно начал вычислять сайты, которые являлись мусорными и работал в этом направлении для того, чтобы от них избавляться. И в основном это касалось медицинских сайтов, в основном посвященных борьбе с лишним весом. И у них действительно была цель. Это сайты, которые боролись действительно с этим ожирением. И как раз наш один из сайтов, который мы продвигали, был именно таким. И, собственно, графики, с которыми вы столкнулись, это полное падение органики, как словно после рубежа. Начиная у некоторых сайтов чуть раньше, у некоторых чуть позже августа 2018 года. В топах оставались только брендовые ключи, все остальное улетало на свалку. И фактически уходило на свалку истории. Многим сайтам действительно был упадок и закончился он в ноябре 2018 года. И таким образом сайты попросту после этого алгоритма дальше многие не поднялись. Мы как раз рассказывали об этом в подкасте, и вы можете это посмотреть, послушать, точнее, на наших подкастах. Давайте разберем, что такое EAD и почему его именно так называют. EAD – это аббревиатура из трех показателей. Экспертность, авторитетность и доверие. Да, по-английски «transportness» – это доверие. По-русски бы он назывался EAD, если вы так правильно говорите. Давайте разберем каждый из показателей, что это такое и более детально. На сегодняшний день система оценивает качество страницы как автоматически, так и в ручном режиме. Да, действительно, асессоры никуда не делись и существуют одновременно алгоритмы, которые направлены на работу действительно по оценке качества. Поэтому давайте разберемся, что такое экспертность. Является ли экспертом человек, который пишет контент для вас, для вашего сайта. То есть является ли он экспертом по данному вопросу. То есть, например, если бы меня попросили написать что-то не про SEO, не знаю, про автомобили, я бы явно не был бы экспертом. И даже мои писательские таланты, возможно, бы никак не раскрылись в этой сфере. И я бы написал далеко не экспертную статью. В большинстве случаев мы рассказывали про это, почему вымирает ниша копирайтеров, почему вообще выбирают классические копирайтеры швейцарские ножи, которые пишут для всего. Именно поэтому. Фактически этот пунктик экспертность делает бесполезным работу большинства копирайтеров, которые пишут контент просто ради объема символов. Поэтому очень важно в определенных нишах это действительно быть экспертом. Авторитетность. А является ли этот человек авторитетом в данной области? Есть ли он, существует ли он и публикуется ли он? Действительно интересный момент, что для этого он делает. Ну и, конечно же, достоверность или доверие. Это является контент правдивым или действительно это абсурд? Является контент актуальным или он устарел? Вот, условно говоря, три ключевых показателя, по которым оценивают созданный контент. То есть, апдейт является контентным. Но самое интересное, что на него влияют множество показателей. И не обязательно это только хорошо написанный контент или правильная архитектура сайта. Что конкретно влияет, досмотрите до конца ролика. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Давайте разберемся, собственно, как делать сайт, у которого будет контент экспертным. Конечно же, в первую очередь нужно вообще уделить внимание контенту на вашем сайте. Поэтому обратите внимание инструкции Google, что такое качественный сайт. Он вышел фактически в годы, когда царила панда. И тогда уделялось внимание вообще критериям хорошего сайта. Вот, давайте пройдемся на вопросы, которые она задает. Стали ли бы вы доверять информации, изложенной в статье? Подготовили ли статья профессионалам, обладающим глубоким познанием по теме? Или написано любителем? Или затрагивает вопрос всего лишь поверхностно? Действительно, такой вот момент имеет место быть еще с 2011 года. Согласитесь ли бы оставить на сайте данные своей кредитной карты? Такой вот сразу вопрос в лоб. Нет ли в статье грамматических, стилистических и фактических неточностей? Это проверяется легко и, конечно же, сайт на проверку нужно давать. Я часто нахожу грамматические ошибки на сайтах, а Google это видит сразу. Представляет ли статья интерес для читателей? Или это просто набор из общих фраз? Вот, собственно, и пунктик, вокруг которого и кроется, почему автор должен быть экспертом. Есть ли тут уникальная информация, не опубликованные ранние исследования, новый отчет или полезные аналитические материалы? Да, вот последний пункт и является в основном фишкой для того, чтобы писать контент. Многие переводят печатные издания, которые отсутствуют в интернете. Многие делают рефераты, многие делают блицы, добавляя свое экспертное мнение. И таким образом создается экспертный контент. В основном так, кто не делает исследований, конечно, или не сообщает новой информации. Не всегда вам есть что рассказать. Чаще всего вы можете что-то чужое пересказать, но добавив туда свой опыт. И таким образом дополнив этот материал. Содержит ли статьи больше полезной информации, чем все остальное, что можно обнаружить в результатах поиска? Вот еще один маленький нюанс. Прежде чем что-либо писать, погуглите выдачу, соберите выдачу в топ-10 и посмотрите, что же там написано, чего там не хватает. Структурно, как изложен там контент. И постарайтесь действительно уделить внимание пробелам в контенте, который написан. Вот, конечно же, всесторонняя или представленная информация. Проработайте семантику, проработайте вопросы, которые задают пользователи. Постарайтесь ответить максимально на все из них, ну, конечно, чтобы не превращать статью в том «Войны и мир». Вот, ну, конечно же, является ли сайт авторитетным источником информации в предметной области? Есть такое понятие, как расстояние между ссылками. И вот здесь это интересный показатель. Я хотел бы по поводу него как раз с вами поговорить. Есть такие патенты, которые говорят о том, что у Google есть соответствующие патенты, которые направлены на поиск того, является ли сайт действительно достоверным и ссылаются ли на него достоверные ресурсы. Условно говоря, есть некие маркерные ресурсы, которые передают этот, собственно, вес. Если мы посмотрим сейчас на эту картиночку, откроем его, сейчас я вам ее выведу. Условно говоря, есть некий набор сайтов, которые подобраны руками и которые являются маркерными. В зависимости от расстояния ссылочного между ними и вашими ресурсами или ресурсами, которые на вас ссылаются. И есть такое понимание, такое коэффициент степени разности тематик. Яркий пример сайт по медицине, а ссылка на вас с вакансии. То тут, как говорится, тематичность резко падает. В зависимости от ссылочной такой перелинковки по тематике, вы получаете тот или иной вес. Поэтому очень важно находиться, получать ссылки с ресурсов, которые являются максимально достоверными для вас и являются маркерными для Google. Учтите, что для Google маркерными могут являться не всегда сайты, в которых Ахрес показывают гигантские показатели. А чаще всего сайты, которые являются тематичными в определенных нишах. Поэтому уделяйте этим показателям тоже внимание. Из интересных показателей, на что бы я обратил внимание, содержит ли статья интересные и неординарные сведения или глубокие аналитические суждения, это и так понятно. Не размещено ли на странице избыточное количество рекламы. Чаще всего информационные сайты заполняют свой контент рекламными блоками. И таким образом Google может очень сильно понизить ваш показатель. Поэтому информационным сайтам с рекламными блоками, конечно же, следует немножко поубавить аппетиты. Ну, а коммерческим сайтам у них рекламных блоков как таковых нет, кроме форм для лидогенерации. Собственно, содержит ли в статье вся нужная информация, это понятно. Уделили ли авторы необходимым вниманием деталям. Google здесь даже сам повторяется. И могут ли пользователи пожаловаться на контент сайта. Очень интересный пунктик. Ведь пожаловаться у нас есть фактически один способ. Это оставить комментарий. И можно ли оставить комментарий под определенными публикациями. Это очень такой вот интересный пунктик. Да, наличие комментариев является тоже действительно фактором. И его можно выделить как галочку, которую можно оставить в пунктах по оценке EAT. Окей, если мы с экспертностью разобрались, давайте перейдем к авторитетности. Что же это за авторитетность такая? Давайте рассмотрим. Авторитетом является у нас на сайте два показателя. Первое это автор контента. Второе это сам сайт. Да, давайте их разделять, потому что к каждому из них применяются разные подходы. Автор контента это человек. Ну, само собой, это и есть человек. Человек должен что делать? Существовать. То есть иметь реальное имя, иметь реальную фотографию, иметь реальные соцсети. Выступать в ютубе, к примеру. Писать посты в твиттере, там где угодно. И, конечно же, писать статьи, писать материалы, создавать эти материалы на разных источниках. Таким образом формируется эксперт. Многие сейчас начнут гугли, как создать фейкового эксперта. Google эти моменты уже начинает в последнее время выпиливать. Точнее, эти сайты могут занимать какие-то ниши, но в топы не лезут. В топ 1 вы, скорее всего, фейковых экспертов найдете с очень низкой вероятностью. Исключение составляет доры, там, однодневки, условно говоря. Ну, не однодневки, они живут гораздо дольше, но все же это доры, которые реально воюют с гуглом и доказывают обратное. То, что я сейчас рассказываю, они доказывают обратное. Я не буду с ними спорить, у них своя война. Мы говорим про реальные сайты, реальные сайты бизнеса, которым нужно создавать. Итак, это автор, автор, который реально существует. Второй момент, это компания. Компания тоже должна реально существовать. В одном из пунктов, который был, это как раз был момент по поводу, оставите ли вы данные кредитные карты на этом сайте. То есть, он должен вызывать доверие. Тоже есть определенный набор пунктов, которые нужно придерживаться. Итак, поехали. Начнем, пожалуй, с автора. В первую очередь, этот автор должен какое-то время работать. Он должен написать определенное количество статей за приличное время и создать желательно разноплановый контент. Это могут быть подкасты, YouTube и, конечно же, статьи на своем сайте и на сторонних ресурсах. Для этих целей подключаем всевозможные биржи. Да, любые биржи на первое время подойдут. И пишем статьи от имени этого автора на этих публикациях. И ссылаемся на себя, как на источник, собственно, на что вы работаете в этой компании. Пишите исследовательские материалы, посвященные разным вопросам. То есть, вы можете писать все, что угодно на таких публикациях. Здесь нет привязки к SEO. Просто пишите по своей тематике. Можете один и тот же контент в разных вариациях разместить на разных ресурсах, посвященных, как говорится, разобрать один материал, разбить его по главной, каждую главу раскидать по таким публикациям на разных источниках. Эта работа в долгую, она не даст вам результаты сразу, но она позволит вам стать автором. Второй момент – это осведомленность автора. Автор должен быть, конечно, специалистом. Здесь я могу сказать, что копирайтера, который вы найдете на бирже, не напишет вам экспертный контент. Вы будете его трижды править и исправлять. В итоге вы бы написали его сами. И поэтому очень важно давать четкие технические задания специалистам, потому что они не являются копирайтерами. Им нужно давать максимально подробно, как нужно писать, что нужно писать, про какие вещи нужно писать, на что ссылаться, на кого смотреть и, соответственно, учить их выдерживать тот или иной стиль. Потому что если копирайтеры умеют писать, обманывая Google, то эксперты писать не умеют, но прекрасно знают материал. Их нужно научить писать. Поэтому очень важно, чтобы осведомленность автора была вам на пользу, а неумение его писать не было вам во вред. Пишите четкие технические задания копирайтеру. Я снимал несколько роликов, посвященных этой теме. Здесь должна в аннотации сейчас выехать этот ролик, который я снимал. Оценка опубликованного контента пользователями. Такой пунктик интересный нашел. Я себе сохранил заметки. Да, фактически контент Google оценивает. Он может собрать эту метрику. То есть, по факту, это метрика калькулируемая. Можно посчитать лайки в YouTube, можно посчитать взаимодействие в Facebook, можно посчитать взаимодействие в Twitter, количество комментариев на вашей страничке сайта. Да даже анализы метрик посещения Google аналитики можно тоже вытащить. Google имеет все эти данные. Вряд ли сейчас кто-то не ставит Google аналитику на свой сайт, фактически. Поэтому, да, это все считает, это все учитывается. И поисковик прекрасно понимает, какой контент является полезным. Более того, Google, если вы свяжете в вебмастер и аналитику, показывает очень недавно интересный отчет. Сейчас я вам его покажу. Если же вы связали Search Console и аналитику, у вас будет появиться вот такой вот эффективный запрос для вашего сайта в Google поиске. И здесь вы сможете увидеть, какой контент действительно собирает больше всего взаимодействия на вашем ресурсе. И какой новый контент работает лучше всего, самый популярный контент. И, соответственно, какой трафик у вас самый популярный, прямой поиск, переходы. И, собственно, что люди гуглят в Google поиске, само собой можно посмотреть. И какие ссылки, источники переходов с других сайтов. Откуда больше всего ссылок вы получаете, больше всего переходов вы получаете. Очень интересный отчет, который позволяет, то есть фактически говорит Google, Google сам видит, какой контент является у вас популярным, какой интересный, кто на вас ссылается. Все это видно и это все можно посмотреть. Легко можно связать и следить за своей статистикой. Поэтому очень важно, чтобы ваш контент еще качественно оценивался. Учитываются оценки, как говорится, выше среднего. Если выше среднего ваш контент получает оценки, то тогда есть очень высокая вероятность, что вы являетесь экспертом в этой отрасли и вам можно доверять. Поэтому следите за тем, чтобы отклики на ваших ресурсах не были нулевыми. Поэтому я тоже буду рад отклику, если вы нажмете сейчас на лайк под этим видео. И я буду безумно этому благодарен. Но мы поедем дальше и расскажем, собственно, про пунктик, как давно публиковался автор. Я последний месяц уже не записывал долгое видео, но я обещаю справиться, потому что я буду учить своих братьев-украинцев для того, чтобы они могли легко продвигать сайты. Потому что сейчас очень вырос спрос на бурж и, соответственно, спрос растет, а специалистов, конечно же, не хватает. Поэтому мы будем помогать продвигать знания, как говорится, в это время. И давайте вот разберем более детально эту тематику. Публиковаться нужно регулярно. То есть мы уже говорили, что это должен быть эксперт. Кто же это должен быть? По факту это должен быть кто-то, приближенный к руководству компании. То есть голова компании, одна из голов компании должна фактически быть экспертом в вашей отрасли. То есть если вы представляете собой команду, кто-то из вашей команды, не последний человек, не уборщица в вашей команде, действительно должна вести ваш YouTube-канал, писать статьи, излагать экспертное мнение. Как вы знаете, даже у Розетки есть свой блог и самые популярные статьи собирает, конечно, их руководитель. У Теслы, я уверен, что есть гигантское количество специалистов, но больше всех собирает мнение Илон Маск. Поэтому здесь, если смотреть детально, вы можете заметить, что эксперты рулят. И эксперты это не последние люди, а именно руководители компаний. Поэтому начните развивать свой бренд от имени руководителя, от имени партнеров руководителей. По одной простой причине, если кто-то, какой-нибудь middle в вашей команде будет вести YouTube-канал, это толку не даст. Но если будет это вести человек, который стоит там по правую руку вашего шефа или сам шеф будет вести, то, поверьте мне, эффект будет совсем другой. Эффект будет реально как разорвавшаяся бомба в будущем. Поэтому очень важно уделять внимание, кто это будет вести. Ну и, конечно же, учитывайте, чтобы ваши публикации получали отклики выше среднего и они не падали, не просаживались. Поэтому уделяйте внимание действительно качеству контента. Ну, вот этот момент с головой тоже очень важен. Давайте рассмотрим второй показатель. Это авторитетность компании. В чем она измеряется? Конечно же, в наличии брендового трафика. Первый показатель, который я обращаю внимание, это наличие запросов, по которым вас находят. Поэтому мотивируйте своих пользователей гуглить ваше название. Есть глупые ошибки, которые многие достигают в этом. И, конечно же, это неверный нейминг. В смысле неверный нейминг? Можно неправильно назвать компанию? Да, можно. Об этом я записывал подкаст. Ссылочку на подкаст я оставлю в описании, где неправильный нейминг может разрушить вашу компанию. Поэтому, в первую очередь, брендовый трафик. Хочется, чтобы гуглили SEO Quick по запросу SEO Quick. И, конечно же, они... Ну, хотя бы продвижение сайта тоже вкусно, но наличие запроса SEO Quick действительно помогает нашей команде расти и расти как эксперты. То есть, отдельные запросы, по которым гуглят меня и Анатолия, и отдельные запросы, по которым гуглят SEO Quick. Они фактически являются нераздельными, что помогает нам расти все выше и выше. Поэтому узнаваемость имени издателя команды, это количество упоминаний и объем поиска. Это ключевой показатель, по которому нужно работать. Конечно же, следующий момент, это нужно учитывать настроение, по которым люди гуглят эти запросы. Если люди гуглят чаще запросы, связанные с отзывами, скорее всего, они не доверяют этой компании, и она довольно молодая. Если же они перестают гуглить запрос, отзывы, а начинают гуглить запросы, связанные с вашим контентом, с вашим типом товаров, которым вы занимаетесь, либо гуглят отдельные статьи ваши, пытаются найти сразу, чтобы найти нужную, вбивают название чего-то и дописывают название бренда, это значит, что действительно рейтинг доверия становится команде все выше. Что может повлиять на рейтинг доверия? Конечно же, это работа с отзывами. В следующем видео я буду записывать видео про интернет-магазины, я расскажу, как подключить программу отзывов на свой интернет-магазин, чтобы он участвовал в рейтингах отзывов. Также отзывы есть в гугл-картах, это для локального бизнеса. Ну и, конечно же, отзывы могут собираться с материалов, которые находятся на вашем сайте, в виде тех же рейтингов звезд, которые находятся на ресурсе. Многие сайты могут получать отзывы из так называемых сторонних источников, например, магазин часов может получать отзывы с Trustpilot, пока у него нет отзывов, но есть накрученный аккаунт на Trustpilot, давайте уже раскрученный, правильно скажу. И многие вещи действительно можно брать с разных мест. То есть, отзывы на компанию, это действительно один из пунктов, которым нужно уделять внимание и не забрасывать его в долгий ящик. Следующий пункт, который помогает расти как автору, так и издателю, он является смежным. Это участие автора в так называемых совместных проектах. Ваша компания может организовывать вебинары, вести YouTube-каналы от имени компании, где этот эксперт постоянно представлен. Например, канал SEOquick не является каналом Николая Шмачкова. Это отдельный канал, который напрямую связан с компанией SEOquick. Да, есть аккаунт бренда, который создается в YouTube и связывается с аккаунтом фирмы. Аккаунты бренда, напоминаю, в YouTube создаются очень просто. Для того, чтобы создать аккаунт бренда, вы выбираете сменить аккаунт, выбираете посмотреть все каналы. И вот на этой вкладочке вы можете создать новый канал и таким образом назвать свой канал как угодно. И это будет фактически созданный аккаунт бренда вашего будущего канала. И затем его уже связать в настройках непосредственно с сайтом. И таким образом вы создадите свой канал бренда. Ничего сложного в этом нет и с этого тоже нужно начинать. Не создавайте YouTube-канал на личном канале, а создавайте именно таким образом для своего бизнеса. Следующим моментом является тема, которая возникает как следствие из предыдущего. Это когда начинают гуглить запросы, связанные с контентом. Например, кто-то гуглит кластеризатор SEO Quick или там любую тему, связанную с допросом бренда. Либо там гуглит Николай Шмачков, вебинар такой-то, такой-то, который записывался в прошлом. Это связывает имя с конкретным запросом. То есть имя связывается непосредственно с тематикой. Таким образом, когда вы гуглите действительно там запрос BMW кабриолет, все понимают, что кабриолет и есть BMW. Или там кто-то гуглит Брайан Дин гайд по SEO, то все понимают, что он SEOшник. Вот такой вот пунктик. Нужно создавать много контента, одним не ограничиваться и желательно его, конечно же, продвигать, чтобы он был максимально известен. Поэтому, как говорится, агрегация запросов помогает авторитетности. Интересным показателем является эта доля контента, которая внесена автором непосредственно в корпус документов, так называемый, как говорится, на странице и вне ее. Что это значит? По факту у нас наши документы могут разбираться на цитаты. То есть, например, наш документ могут цитировать в других местах и ссылаться на него. Второй вариант. Наш документ может быть собран из подобных цитат и являться фактически набором чужих материалов. В первом случае у нашего, как говорится, документа есть возможность существовать и он будет расти очень хорошо. Во втором случае отсутствие любого нашего контента, фактически собранность цитат, делает его малополезным. Что мы рассказывали в начале видео. Поэтому, конечно же, хотелось понимать, что выдача постоянно меняется и на выдачу влияют такие показатели, такие модули, как автор, переранжирование, которое будет влиять на переранжирование. И, конечно же, на это влияет доля авторов, которые сослались на наш контент. И это будет влиять на переранжирование. То есть, при определении авторского балла для соответствующего объекта определяется этот самый балл цитирования. При этом балл цитирования соответствует частоте цитирования контента, связанной с соответствующим объектом. Действительно такая сложная формулировка. И если говорить простым языком, наш контент нужно, чтобы ссылались, ссылались часто. И, конечно же, ссылались авторитетные источники, желательно разные. Еще интересным критерием оценки автора является доля контента, внесенная в общий объем документов в сети. Например, в вашей сфере автор может создать действительно уникальный гайд, и никто его не повторит. И все будут его разбирать на цитаты, цитировать его, и другие контенты в этой сфере больше никто не создавал. Поэтому очень важно быть первопроходцем в любой сфере, являться автором исследований в каких-то сферах. И этот алгоритм как раз отвечает за это. Он математически обсчитывает, есть соответствующий патент, который объясняет, как работает эта система, как влияет на ранжирование, внесение такого контента авторам. Поэтому фактически писать что-то, что не написал никто, быть уникальным, разработать собственную методику, которую никто не повторит, это является очень высоким показателем для вашего роста цитирования, то есть роста как автора. Как это может быть посчитано? Например, доля абзацев, которые были взяты в качестве цитат, и, конечно же, доля ссылок, которая поставлена на ваш ресурс, на ваши сайты с цитированием ваших объектов. То есть они могут просто цитировать ваши фрагменты текста. И этого достаточно для того, чтобы помочь ранжироваться вам как автору. Поэтому уделяйте внимание не только количеству, но и качеству контента, чтобы его понесли в массы. Ну и, конечно же, мы поговорим о прозрачности. Очень важный пунктик – это страничка «О нас», «Контакты» и «Команда». Она может называться как угодно. Страничка «Контакты» говорит о вашем сайте, страничка «О нас» говорит о вашем авторе, о вашей личности, вашего автора. Поэтому обе странички «О нас» и «Контакты» являются ключевыми для показателя авторитетности. И, конечно же, им нужно будет добавлять этот пунктик для того, чтобы у вашего сайта не было никаких проблем. Оговорился не о авторитетности, а о доверии. Что этот автор действительно существует, а эта компания действительно там-то находится по таким-то данным, по таким-то реквизитам, по таким-то телефонам. Очень важно добавлять ссылки на все ваши соцсети. И, кстати, интересным пунктом является для того, чтобы подчеркнуть авторитетность вашего издания, мы тоже этим займемся, мы почему-то не уделяли этому внимания. Это так называемый раздел «Пресса о нас». Создайте подобный раздел. Опубликуйте в этом разделе ссылки на все вебинары, где вы были в гостях, ссылки на все статьи, которые вы писали, допустим, гостевые. Ссылки практически на все упоминания у вас в сети, где вы выступали в качестве приглашенного эксперта. Сделайте подобный раздел у себя на сайте. Если вы не знаете, где эти ссылки у вас находятся, зайдите в Акрефс и выкачайте все ссылки оттуда. Если вы знаете, то это хорошо. Поэтому можно создать такой раздел и опубликовать его у себя. По поводу поиска информации, где вы еще могли писать, попробуйте поискать в запросе название своей компании или имя спикера и исключите собственный сайт из результатов поиска. Точно так же через Google. Как это делать? Я рассказывал в видео, как правильно гуглить. Найдите его в YouTube, там я все детально рассказываю, как это делать. И давайте пробежимся по коротенькому чек-листу, что должно быть на сайте для того, чтобы этот EAT добить. В первую очередь давайте проверим информацию на главной страничке. В первую очередь, что вы должны понимать, на ней должно быть все актуально. У вас должны быть актуальны адресные данные, актуальные контакты, ссылки должны быть все рабочими, ничего битого быть не должно. И информация, которая представлена, должна быть достоверной и не устаревшей. Ну и конечно же не забывайте про годик в подвале. Второй момент это достоверность цен и рекламы. Да, действительно многие делают такую ошибку, что у них цены не совпадают. Это очень критично для интернет-магазинов продвижения Google Merchant. Это может повлечь к блокировке вашего аккаунта. Но в целом отсутствие цен, либо представленность неверных цен на сайте может оказаться для вас проблемой. Помните, что часто сотрудники Google могут писать, могут звонить, могут обращаться в вашу компанию для того, чтобы уточнить цены. И если они видят, что цена не совпадает, им назвали другую цену, они делают соответствующую пометку. И вы потом можете внезапно улететь вниз и ругать своего SEOшника, но на самом деле виноваты только вы. Аналогично это касается рекламы. Не заказывайте рекламу у специалистов, которые не предоставляют отчеты, что они делают. Ведь действительно ложные объявления, ложные ключевые слова могут тоже сыграть злую шутку для вашего бизнеса. Мы ранее об этом не думали, но как оказалось, действительно есть такие прецеденты. И мы одним из наших клиентов с этим столкнулись. Второй момент это так называемые юридические страницы. Да, на самом деле они тоже должны быть. Что же это такие за страницы? Давайте посмотрим. Вы увидите кнопочки, допустим, обратного звонка. И вы увидите страничку политика конфиденциальности. Если вы перейдете на эту страничку, вы увидите, что она написана вроде бы как для кого? Для роботов? Нет, она написана для юристов. Поэтому здесь можно посмотреть всю эту информацию. Если же вы, допустим, отправитесь в договор оферты, здесь аналогично написан договор оферты. Следующие пункты, которые должны быть реализованы на нашем сайте, это так называемые служебные страницы. Конечно же, это политика конфиденциальности и договор оферты. Их действительно может быть много разных. Там политика обработки персональных данных, они могут называться. Много других вариаций. Но суть в том, что эти обе странички должны быть прописаны. Для интернет-магазинов эти странички тоже особые. Вы можете зайти на любой интернет-магазин и посмотреть эти странички, какие есть. Чаще всего они изображены в подвале любого сайта. Вот они идут в разделе помощь. Условия гарантия, возврат товара, доставка и оплата. Это условия использования сайта. Вот вы видите эти странички, которые явно для SEO не создаются. Они вроде бы не нужны, но они очень важны для EAT. Посмотрите внимательно, здесь в навигации есть все пункты. Есть действительно очень сейчас нужная социальная программа допомога армии. Мы тоже с ней. И точно так же мы помогаем армии. И здесь есть такие пункты, как, ну, конечно, важные сейчас для нашей темы. Это страничка о нас. Давайте посмотрим еще отдельно страничку условия использования сайта. Отдельно глянем. Доставка и оплата. И, конечно же, гарантия. Для интернет-магазина и возврат товара. Этот список страниц является что-то вроде must-have, обязательным. То есть, если вы создаете интернет-магазин, по умолчанию вы должны уделить внимание вот всему этому списку, который есть. Страничка о нас. Это, условно говоря, миссия вашей компании, которой вы рассказываете, что это за компания, чего она добилась и чего она добьется. Пользовательское соглашение, которое рассказывает действительно по поводу работы с сайтом. То есть, фактически пользователь, начиная работать с сайтом, автоматически с ним соглашается. Об этом идет упоминание, когда вы регистрируетесь. Доставка. Четко описаны условия доставки для интернет-магазина. Это очень важный пункт, потому что, если у вас не прописана доставка, фактически в мерчанте вам будет очень тяжело. Вы нормально не зарегистрируетесь. Раздел гарантии и возврат товара должен описывать четко условия в той стране, в которой вы работаете. То есть, законодательно все должно быть прописано в правилах сайта, соответствующее действующему законодательству той или иной страны. Если здесь будет конфликт, есть очень высокая вероятность, что любая жалоба и ваш сайт может вылететь с выдачи куда-нибудь пониже, ниже, чем ваши конкуренты. Возврат товара отдельно даже выделяет отдельную страничку. Обратите внимание, гарантия и возврат, и возврат товара фактически дублируется. Почему? Потому что пользователь отдельно ищет гарантию, отдельно ищет возврат, когда вроде бы с гарантией все хорошо, но его нужно вернуть. Поэтому делается соответствующий пунктик. По поводу договора о ферте и политика конфиденциальности, соответственно, я уже говорил. Вот некий универсальный чек-лист, такой must-have списка, который может быть. Также вы можете обратить внимание, это на сайте страничка о вас. То есть, обратите внимание, что здесь ее можно делать по-разному, где можно расположить всю вашу команду. И показать всех сотрудников, которые с вами работают. И это тоже помогает росту вашей экспертности, потому что наличие живых людей в команде, это позволяет разным типам бизнеса сказать, что да, это мы, вот мы работаем, вот наша команда и вот наши эксперты. Если говорить о конфиденциальности и других информациях, как это все должно быть в сайте расположено, отлично работают всевозможные попапы, которые предлагают пользователю сразу согласиться. Это, собственно, подтверждение куки. Яркий пример, вот мы сейчас видим, мы зашли на сайт нашего клиента и мы можем видеть, там просматривая сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Нажимая это, я фактически соглашаюсь, разрешаю обмениваться куки. Второй момент, это всевозможные дисклеймеры. Вот, вот вы видите, тоже для экспертности есть раздел с отзывами, кстати, тоже он помогает. Но он больше влияет на экспертность, на доверие к компании. Это пунктик, транспортность для компании. Вот, это обычное УТП, идет, вот, собственно, видите, все изложено на одной страничке. Но самое интересное, я хотел сказать, это дисклеймеры. Маркировки и предупреждения тоже очень важны. Отсутствие маркировки на медицинском сайте может действительно сказаться негативно. Лучше ее поставить. Поэтому эти моменты, маркировки и предупреждения для разных сфер, посмотрите конкурентов, посмотрите, ставят ли они или нет и поставьте соответствующую. Поверьте мне, это стоит написать этот текст в подвале совсем недорого. Но оно очень помогает. Конечно же, по поводу экспертных подтверждений контента, это такие пункты, которые мы уже обсуждали. Но, конечно же, что нужно добавлять, не забывайте работать, собственно, с пресс-релизами. Пресс-релизы, которые публикуются, добавляйте их точно так же у себя на сайте. Ну и, конечно же, на что подвале можно сказать для подтверждения. Можно всегда добавить ваши реквизиты. Можно написать услуги, как работаете вы с рекламой на сайте. И, конечно же, какие у вас варианты оплаты. Вроде бы, казалось бы, эти вещи не такие сложные, но их можно добавить на сайт и сделать ваш сайт более экспертным. И, таким образом, у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы сказать сайту, что ему можно доверять. Ну и, напоследок, хотелось бы поговорить как раз о технической оптимизации ресурса. Для того, чтобы технически ваш сайт по EAT себя нормально чувствовал, не забывайте уделять внимание нескольким ключевым показателям. В первую очередь, это, конечно же, микроразметки. Микроразметкой пользоваться нужно и микроразметкой нужно всегда смотреть. Проверяйте ваш сайт через валидатор схема.org и смотрите, какая микроразметка у вас установлена, а какая установлена не полностью и с ошибками. Также уделяйте внимание, как у вас реализована микроразметка на статьях и на услугах. Для этих целей изучайте микроразметку, допустим, на конкретной услуге и смотрите ее точно так же. Таким образом, проверяйте, нет ли у вас никаких ошибок в этом месте. Второй момент, смотрите, конечно же, скорость. Если же у вас проблемы со скоростью, скорее всего, это будет негативно сказываться на вашем ресурсе. Ну и, конечно же, наличие HTTPS. Уделяйте внимание правильности настройки HTTPS. Самый простой способ, проверяйте себя хотя бы в браузере, либо какими-то валидаторами, которые позволяют проверить погрешности работы HTTPS сертификата. Ну, достаточно проверки в браузере, чтобы понять ключевые косяки, где в HTTPS могут быть ошибки. Вот, оценивайте ваш сайт через PageSpeed и, конечно же, смотрите, чтобы у вас все было хорошо. Из других технических ошибок, которые я бы выделил, ключевыми являются, которые делает любой технический аудит. По поводу технического аудита у меня есть соответствующее видео, советую его посмотреть. Это, конечно же, я бы выделил битые ссылки, битые изображения, непрописанные альт-теги, непрописанные тайтлы, дискрипшенов. Сбитая архитектура заголовков H2, H6 такое тоже бывает. Ну и, конечно же, из таких технических ошибок я бы проверил короткий контент. Это легко бы выделить, ну, допустим, в Screaming Frog или в TechSpider можно с удовольствием его выловить и найти. Никаких проблем для того, чтобы его найти, нет короткий контент. Ну и, конечно же, дубли, дубли контента, это схожий контент между собой, точно так же можно найти и NetPickSpider. И, конечно же, уделяйте внимание дублям, тайтлов, дискрипшенам. Отсутствие их тоже плохо и дубли тоже плохо. Слишком длинные, слишком короткие, на самом деле это не так критично. А вот, ну, как оказалось, а вот битые и отсутствующие, битые страницы, дубли и отсутствующие метаданные, это действительно проблема. И ее проще исправить, вот просто, вот как сразу, вот как только вы эту ошибку обнаружили. В качестве резюме хотел бы разобрать, собственно, ключевые показатели и IT по вот этой вот ромашке. Да, то есть давайте пойдем сверху вниз. Дистанция, то есть расстояние между ссылками от сайтов, которым Google доверяет, до вашего ресурса. Анкорные тексты в бэклинках. Да, то есть текст в бэклинке тоже должен быть максимально соответствовать тому, куда он ссылается, и околоанкорный текст тоже. Количество бэклинков на автора или на издателя, то есть на ваш сайт. Очень важное количество ссылок. Без ссылок продвигаться по IT невозможно. Опытность, как говорится, автора в течение времени. То есть он не должен быть как черт табакерки, он должен выращиваться и выращиваться минимум полгода. Вот, взаимодействие автора и издания, то есть, собственно, в вашей компании в терминах, то есть запросах, которые соответствуют вашей тематике. То есть люди должны гуглить либо одно вместе с другим, либо связанные с вашей тематикой тематические запросы. Популярность автора здесь говорить нечего. Нужно собирать популярность с разных источников и гугл это может все калькулировать. Ну и, конечно же, упоминание автора и упоминание рейтинги данного автора, то есть они должны находиться выше среднего. То есть вы не должны быть автором, которого все ненавидят. И, конечно же, количество контента, которое вы создали, время после последней публикации, поэтому не забрасывайте свой контент, создавайте что-то постоянно. Причем не обязательно там вести постоянно блог. Вы можете сегодня блог, там послезавтра подкаст, либо через месяц конференция. Вот такого формата контент тоже можно создавать. Пропорции контента, которые вы создаете среди вашей сферы. Если ваша сфера высококонкурентная по информационке, вам нужно просто пахать. Просто пахать в гигантских количествах. Потому что одну вашу статью среди миллиона не заметят. Ну и, соответственно, если ваша статья действительно является сверхэкспертной, ее все цитируют, то это, конечно, и одной тоже может быть достаточно. Но для этого надо быть самородком, гением и создавать что-то, чего не создал никто другой. Вот. Ну, конечно же, очень интересный пунктик. Это CTR контента. Ну, логично, Google оценивает. CTR этого его король для оценки. Учитывайте этот CTR тоже. Ну и, конечно же, упоминание автора о всевозможных списках, листингах. Где-то старайтесь попадать в эти листинги, собирайте листинги, пишите свои собственные листинги, включая себя, тоже не забывайте. Ну и, конечно же, использование HTTPS, общее качество контента, прозрачность издания. То есть, это то, что касается технических показателей сайта. Ну и общее доверие сайта, то есть, общее доверие к вашему ресурсу, который формируется из отзывов, рейтингов, публикаций. То есть, это все тоже нужно собирать. То есть, как вы видите, очень много пунктов, которые зелененькие в этом списке. Они зависят не от сайта в целом, то есть, они зависят от автора и что он делает с контентом. И всего лишь вот здесь вот вам помогает полноценно SEOшник на каком-то этапе. Он реально вам помогает. Поэтому SEO 2022 года – это контентное SEO. Нужно работать с контентным SEO, нужно дружить с контентным SEO. Он должен вам помогать с планированием, с созданием контента. Но реально создавать контент ложится на плечи руководителя компании, либо его сотрудников. И если мы резюмируем, SEO сейчас становится сложнее и затратнее в плане временных затрат. Оно растягивается, растягивается в дольше перспективе. И как раз самый основной аргумент, который мне говорят клиенты – у меня нет времени этим заниматься, у нас нет денег на это. У вас нет денег вести YouTube канал. Для этого нужен всего лишь фотоаппарат и просто стенка, и ноутбук, например, чтобы вести YouTube. Больше ничего вам не нужно, это стоит недорого. Мы снимали большой вебинар с Сергеем, как вести YouTube канал для бизнеса. Зайдите и посмотрите его, там все это рассказывается. Писать статьи. Да, статьи занимают время, нужно сесть ее и написать. Но если вам дадут четкую тему, четкое ТЗ, расписанное по пунктам, мы делаем такие ТЗ. Вы можете посмотреть ссылочку на видео в описании, как делать ТЗ для автора. И здесь точно так же, правильное четкое ТЗ любому автору, любому врачу позволит написать хороший контент, исчерпывающий контент, в котором будут прописаны все пункты, на которые нужно дать ответ. Ну и конечно же, многие говорят, что мы не хотим покорять подкасты, не видим в этом смысла, вебинары, не видим в этом смысла, конференции, не видим в этом смысла. Поверьте мне, пока вы не видите в этом смысла, конкуренты видят в этом смысл и понимают, что это всего лишь один из пунктиков. И где вы что-то упустили, конкуренты могут не упустить. Мы знаем множество примеров, когда конкуренты вот именно таким образом очень сильно активно пиарились. На этом, собственно, все. Что я забыл рассказать, напишите в комментариях. Я с удовольствием на эти комментарии отвечу и дам вам экспертную оценку по тем вопросам, которые, возможно, не были затронуты. Также вы можете в комментариях к этому видео написать, какую тему вы бы хотели, чтобы я рассмотрел в следующих роликах. Ведь моя цель рассказать что-то вам интересное. Всем спасибо, не забывайте подписываться на наш канал, задавайте вопросы в комментариях и пока-пока.